На этой неделе в Приморской краевой филармонии начнется джазовый фестиваль. Во Владивостоке он проходит уже в 19-й раз и посвящен столетию данного музыкального жанра в России. В Приморье приедут самые яркие музыканты нашей страны. У нас 8 концертов на джазовом фестивале, и все они проходят в рамках замечательной даты, которую отмечает вся наша джазовая российская тусовка. Это 100 лет российскому джазу. Замечательная дата. Поэтому вот на этом джазовом фестивале нашим зрителям предоставляется, я бы сказала, уникальная возможность услышать таких ярких, молодых, подчеркну еще раз, молодых солистов, а точнее солисток. Это вот просто действительно уникальная возможность. Откроет фестиваль концерт российского певца Арсена Мукенди вместе с эстрадным оркестром Приморской краевой филармонии. Арсен уже выступал во Владивостоке и очень понравился любителям джаза. Почему мы решили еще раз все-таки привести Арсена? Потому что в прошлом году, насколько я понял, не все успели насладиться его творчеством. И в этом году мы решили обновить программу и уже, так скажем, при полном зале уже показать творчество Арсена нашим зрителям. Это разноплановый певец, он и джазовый певец, и исполняет фанк, и достаточно такой разноплановый, разнопрофильный исполнитель. А закроется фестиваль 19 ноября концертом Даниила Крамера. Он выступит в совместной программе с известной российской певицей Юлианой Рогачевой. И там мы услышим удивительный голос Юлианы Рогачевой. Ну, это вообще как бы звезда российского и мирового джаза на сегодняшний день. Она молода, красива, великолепна. И я хотела бы отметить, что она получила, удостоилась звания луреата на международном джазовом конкурсе в швейцарском Монтрео. Это говорит о многом. Как отметила заместитель министра культуры и архивного дела Приморского края, фестиваль – это то событие, которое ждут все любители джаза с огромным нетерпением. Мы гордимся тем, что город Владивосток является не только местом притяжения для знаменитых исполнителей джаза, но и территории развития джазового направления в музыке. В этом году международный джазовый фестиваль включен в национальный проект «Культура», региональный проект «Творческие люди» имеет поддержку Министерства культуры. Основная цель фестиваля – развитие музыкальной культуры в регионе, работа с молодыми исполнителями, проведение концертов и творческих встреч. Олег Завьялов, Анна Дьякова, Новости на восьмом.